Всем доброго времени суток. Компания AMD выпустила новую версию программы Radeon Settings под названием Adrenaline. В этой версии программы достаточно много изменений и сегодня мы их рассмотрим. Первый пункт у нас конечно же это игры. С них мы начнем. Как мы видим в глобальных настройках появился новый пункт мониторинг производительности. Мы его конечно же рассмотрим. Итак первый пункт режим сглаживания. Оставляем использовать настройки приложения. Потому что мы можем сами в самой игре настроить сглаживание как нам нужно. Второй пункт оптимизация поверхности. Оптимизация поверхности формата это дополнительная фильтрация текстур. Работать на подобие азиотропной фильтрации влияет на производительность графического процессора. Поэтому мы ее держим отключенной. Следующий пункт у нас идет максимальный уровень тисселяции. Тисселяция ответственна за улучшение картинки в игре. Делаю ее более реалистичной. Но при этом достаточно серьезно нагружает графический процессор. Поэтому мы ее держим отключенной. Следующий пункт. Управление частотой кадров. Этот пункт позволяет регулировать частоту кадров от 30 до 300. Ну конечно не во всех играх она работает. Но в большинстве можно настроить. Если у вас допустим есть просадки в поле. То есть это уже на ваше усмотрение. Следующий пункт. Метод сглаживания. Есть три вида. Множественная выборка. Адаптивная множественная выборка. И избыточная выборка. Оставляем адаптивную множественную выборку. Поскольку она меньше всего нагружает графические процессы. Следующий пункт. Ждать вертикальное обновление. То есть вертикальная синхронизация. Также всегда вертикальную синхронизацию можно включить в игре. Поэтому мы ее держим отключенной. Морфологическая фильтрация. Морфологическая фильтрация. Это дополнительное сглаживание. Которое нагружает графический процессор. И мылит картинку. Тем более что всегда сглаживание можно настроить в самой игре. Держим этот пункт отключенным. Следующий пункт. Тройная вуферизация OpenGA. Она работает вместе с вертикальной синхронизацией. То есть включаем тогда, когда используем вертикальную синхронизацию. Следующий пункт. Chill. Это фирменная технология AMD. Которая позволяет регулировать энергоизбережения во время игры. То есть при максимальном движении игры она повышает частоту кадров. При снижении активности в игре она ее снижает. Но я считаю, что это актуально только для самых топовых карт AMD Vega 56 или Vega 64. Держим ее отключенной. Следующий пункт. Режим асинтропной фильтрации. Также используем настройки приложения. Поскольку асинтропную фильтрацию всегда можно настроить в самой игре. Кэш памяти шейдера. Вот это очень важный пункт. Его нужно всегда держать либо включенным, либо оптимизированным на AMD. То есть кэш память шейдера это запись шейдера, шейдерного кода на HDD или SSD. С целью снижения нагрузки на видеокарту. Дает значительный прирост производительности. То есть на ваш выбор. Если игры заточены под AMD, то можно оставлять оптимизированно AMD. Если в других случаях, то можно просто держать включенным. Следующий пункт. Качество фильтрации текстур. Здесь имеется три позиции. Высокая, стандартная и производительность. В данном случае оставляем производительность. Для более высокого FPS. У кого топовые видеокарты типа VEGA 56 или VEGA 64 или RX 580. Те могут поставить и на высокое. Следующий пункт, а точнее раздел. Это ватман. Он служит для разгона видеокарты. Поскольку у меня уже есть завода разгон. Я и не пользуюсь. Ну а вы можете поступить по своему усмотрению. Следующий раздел. Мониторинг производительности. Клавиша Ctrl-Shift-L. Горячая клавиша. Переключение записи от данных производительности. Для сохранения в указанную папку. Следующий пункт. Интервал выборки. Интервал выборки. То есть через какой интервал будет обновляться данные. Об использовании графического процессора. Оперативной памяти. Обновление частоты кадров. Ну и так далее. Следующая клавиша. Горячая клавиша для переключения наложения производительности. Ctrl-Shift-O. Благодаря этому сочетанию. Вы сможете включить оверлой непосредственно в игре. Следующая. Это сохранить папку. То есть в этой папке сохраняется запись о производительности. В играх вашего графического процессора. Ну и дальше рассмотрим. Какие же пункты можно включить в игре. Чтобы мониторить производительность. Первый пункт. Это конечно же кадры в секунду. Второй пункт. Это мощность графического процессора. Измеряется. То есть это потребляемая мощность графического процессора в ватах. Следующий пункт. Использование графического процессора. То есть насколько ваш графический процессор загружен в данной игре. Исмеряется в процентах. Следующий пункт. Это скорость вентилятора графического процессора. Следующий пункт. Частота графического процессора и частота графической памяти. Я эти пункты отключил. Так как есть проблемы и с отображением в овервея. Следующий пункт. Использование центрального процессора. То есть также показано в процентах. Насколько загружен ваш центральный процессор. Следующий пункт. Использование оперативной памяти. Два следующих пункта. Скрыть наложение производительности в игре. И скрыть наложение производительности в Rewire. Я эти два пункта отключил. Следующий пункт. Расположение окна с данными о производительности. Я выбрал верхний слева. Вы можете выбрать любое другое положение. Также последний пункт. Это температура графического процессора. То есть. При какой температуре работает ваш графический процессор. Следующий пункт. Видео. Здесь я все оставляю по умолчанию. И вообще этот пункт сейчас не нужен. Позже я объясню почему. Следующий пункт. Ревайв. Здесь мы настраиваем запись. В играх. Так. Первый пункт глобальный. Включение. Ревайв. Запись с рабочего стола. Она обязательно должна быть включена. Дальше идет горячая клавиша отображения панели управления. Alt плюс Z. Это одна из самых главных сочетаний клавиш. Следующая клавиша. Это горячая клавиша переключения микрофона. Ctrl Shift плюс M. То есть можно включать запись звука с микрофона. Следующая клавиша. Горячая клавиша для переключения. Ctrl Shift R. Включает саму запись. Следующая клавиша. Горячая клавиша для переключения веб-камеры. То есть включает веб-камеру. Ctrl Shift плюс C. Увеличение кромкости звука с микрофона. Три позиции. Отключенная. Низкая. Высокая. Следующая. Это папка сохранения самого видео. Следующая клавиша. Горячая клавиша для сохранения повторного показа. Ctrl Shift плюс S. Горячая клавиша для записи области экрана. Следующий пункт. Захват области экрана без полей. То есть можно обрезать рамку окна для захвата области. Захвата записи. Горячая клавиша для переключения профлянции. Ctrl Shift плюс G. Следующая клавиша. Горячая клавиша для переключения профлянции в области экрана. И последняя. Горячая клавиша для создания снимка. Ctrl Shift плюс E. Горячая клавиша для переключения профлянции. Достаточно качественная. Теперь можно записать отдельно микрофонную дорожку. Частота кадров. У меня 60 кадров. Можно выставить и 30. Следующий пункт. Трансляция. Теперь здесь можно транслировать на Facebook, Mixer, Stage 10, Twitch, YouTube, CineWeber, ну и пользовательская трансляция. Ну и тут ниже настройка качества трансляции. Скорость передачи звука в килобитах, как видите, можно от 192 до 32 килобит. Также разрешение трансляции от 360 до 1440. Скорость передачи трансляции. Но тут на ваше усмотрение, какая у вас видеокарта. Чем выше битрейт, тем больше нагрузка на графический процессор. Ну и последнее, это кадровое число трансляции. Либо 60 кадров, либо 30 кадров. Ну и последний раздел, это наложение изображения. Здесь особых изменений нет. Естественно, первым идет индикатор местоположения. Второй пункт. Отобразить сведения о системе. Местоположение сведения о системе. Показать камеру, если у вас есть тут камера. Ну и отобразить пользовательский режим. Следующий раздел. Учетные записи. Ну тут все учетные записи видеохостингов и социальных сетей. То есть подключаете и входите. Есть ресурсный центр. Здесь можно посмотреть последнее видео от компании АМТ. Дисплей. Здесь тоже все без особых изменений. В режим масштабирования у меня стоит сохранить соотношение сторон. Есть также полная помойка по центру. Виртуальная сверхвысокая разрешение масштабирования ГП и МД. Рисинка у меня отключена. Ну и последний раздел. Это система. Значит в первом пункте показывается версия программного обеспечения. Набор микросхемы объема видеопамяти. Тип центрального процессора. Тип памяти графического процессора. Частота ядра процессора. Ну и версия Windows. Также объем оперативной памяти. Следующий пункт. Программное обеспечение. Здесь показана версия настроек Radeon. Версия OpenGL. Версия Vulcan Driver Version. И версия библиотек Vulcan. Как мы можем видеть. В адреналине стоит последняя версия библиотек Vulcan API. 1.065. Благодаря этому стала возможна запись. В таких играх как Wastelstein 2. Doom. Версия MD Mantle. Ну и так далее. В последнем разделе. Аппаратная часть. Производитель видеокарты. Частота ядра. Набор микросхем. Дата опуска BIOS. Общая трубочная способность. Тип шины. Объем памяти. Тип памяти. Частота памяти. В нижнем разделе у нас. Установлено обновление. И возможность проверить наличие обновлений. Следующий пункт. Настройки. Здесь можно включить панель задач. Всегда поверх других окон. Уведомления. Рекламные баннеры. Русский язык. Сообщить о проблеме в интернете. И темы. У меня след темно-красный. Вы можете выбрать любую другую тему. Так же есть запустить мастер отчетов о ошибках. Теперь. На примере игры Вальсенштейн 2. Мы посмотрим. Как работает овервей в игре. Комбинации клавиш. Ctrl-Shift-O. Я включил овервей. Значит верхняя строчка. Это чистота кадров. Вторая. Использование графического процессора. Третья. Температура графического процессора. Четвертая. Мощность графического процессора. Пятая. Использование центрального процессора. И последний пункт. Использование оперативной памяти. Как мы видим. ФПС очень стабильный. В районе 75 кадров. Вот. Параметры. На которых я играю. Достаточно высокие. Параметры стоят. Для такой бюджетной видеокарты. А да. И обязательно. Удаление полигонов должно быть отключено. Потому что у многих из-за этого. Игра зависала. После двух-трех минут играть. Этот пункт обязательно отключайте. Ну что ж. Посмотрим. Как работает игра. С записью. Ну что ж. Очень даже хорошо. 90-87 кадров. Температура графического процессора не превышает 64 градусов по Цельсию. РФ 560 не потребляет более 60 ватт. Цель загружен всего на 40%. Оперативная память используется 5,3 гигабайта. Карта прогрелась до 64 градусов. Результат просто великолепный. По нажатию сочетания клавиш Alt-Z. Вы вызываете дополнительное меню Radeon Overway. И здесь вы можете настроить яркость, оттенок, контрастность, насыщенность. Также здесь можно включить управленное число кадров. Ну и сам Relive. То есть, допустим, в игре можете добавить яркость, насыщенность, то есть светлость. То есть у вас будут более насыщенные цвета. Если игра темная, вы можете яркость и контрастность добавить. То есть, такие вещи, как решили, которые раньше не использовались, сейчас стали абсолютно ненужными. Ну, вот на этом и все. Спасибо за внимание.